Когда за окном пурга и вьюга, снег вдвойне, а то и втройне, приятнее оказаться в своем уютном зимнем саде, с цветущими орхидеями, в тепле и в красоте, вот с такой вот красотой, посидеть и посмотреть на то, что творится за окном. А вообще, пользуясь случаем, я хочу показать вам не только орхидеи, которые цветут сейчас, но и вот эту экзотическую красавицу. Вашему вниманию аламанда. Если вы посмотрите предыдущие видео, именно когда я заполняла зимний сад, я показывала, как я вот в это застеллажье заносила и на решетку, вот на ту, на опору распределяла плети аламандой и еще говорила, надеюсь, они зацветут. Ну вот там немножечко пересохшие листья. Я туда, в принципе, долезть прям так вот свободно не могу, только для полива. Но это не страшно, потому что цветет она на побегах, прям вот на краешках побегов. Уже, конечно, отсветает и я все никак не могла вам показать эту красоту. Обнаружила я ее совершенно случайно, когда полезла на самую верхнюю полку и там поливала пеньки орхидей. Вот, кстати, там еще у окошка, вон она, еще одна плеть с этими чудесными красивыми желтыми цветами. Посмотрите, какая прелесть, какое строение цветка. Кто знает диплодению цветок, многие путают аламанду с диплодением. Ну, с диплодением, но это, конечно, совсем не то, потому что у аламанды вот такие ланцетные листья, длинные, вытянутые. Вот это вот ее молодой побег, который все-таки привязать я ему не могу зафиксировать, и он сюда лезет. Но мало того, что он сюда лезет, посмотрите еще вот на этого его напарника, а может даже паразита, а может быть собрата. Посмотрите, это плетется пассифлора. Вот они, ее листики, то есть у них там стоят два горшка вместе. Сейчас попробую показать. Вот, вот она стоит пассифлора, вот она, и вон горшок с аламандой. И вот так вот они разрастаются за зиму и конкурируют друг с другом за комфортные условия. Ну, вот так вот я любовалась этой красоткой и боялась, что она уже отсветет. Там много отсветших бутонов, боялась, что отсветет, и все никак не могла вам показать. Посмотрите, еще сколько бутонов. Вот ее я изредка подкармливаю сейчас в зимнее время, но исключительно потому, что она зацвела, чтобы цветочки ее подольше были привлекательными, яркими, сочными. Поэтому я ее сейчас подкармливаю. А вообще более подробно об уходе за аламандой, рассказ о ней, откуда она, ее происхождение, вы можете почитать на моем канале Дзен. Там я загружу прям статью об этой красавице. Ну, а на этом я с вами не прощаюсь. Хочу сразу же показать и еще одну мою цветущую красотульку. Ну, и давно хотела вам показать свою красавицу Меденилу. Ну, как красавицу? В данный момент, конечно, строение куста меня совершенно не устраивает, потому что она вот такая вот раскидистая, огромная. И я все пытаюсь ее подстричь. Чтобы подстричь, я пытаюсь найти, ну, как бы, видео о том, кто и как ее укоренял и получилось ли. Ну, пока что я видела, что люди пытаются укоренять, но результата еще никто не снял положительного. По крайней мере, я не обнаружила. А тем не менее, опять же, несмотря на зимние условия, эта красавица опять надумала цвести. Вообще-то, вот это все, это прицветник Меденилы. А сами цветочки, это вот эти вот маленькие бутончики, на которых, на кончиках висят вот такие скопились капельки нектара. И они еще не совсем расцвели, но мне хотелось вам показать, как оно выглядит в данный момент. Сейчас я вам покажу их еще с другой стороны. Вот, посмотрите, что происходит с этой стороны побегов. И они, главное, смотрят в окошко, на улицу. И поэтому я достаточно не видела их красоты. Ну, вот пока еще ни один бутончик не расцвел, но я обязательно в коротком видео еще покажу, как они распускаются и как они красиво смотрятся. Хотя, в принципе, я могу и на заставке этого видео оставить фото именно цветущей моей Меденилы, ну, прошлого ее цветения. Вот, посмотрите, у меня вот так расположено четыре бутончика по два. Причем растут, посмотрите, они. Я думала раньше, что они все-таки с краю побега растут. Почему я боялась обрезать раньше? А оказывается, вот, абсолютно на сухом, уже голом побеге она выпустила вот такие бутоны. В этот период, конечно, сейчас, опять же, ее нужно поливать, подкармливать, чем я и занимаюсь. Ну, а вот так вот на этих концах, видите, уже растут молодые побеги. Вот он уже, молодой прирост, вот так вот уже вытянулся. В принципе, я же говорю, их нужно уже обрезать, потому что куст вот такой вот раскидистый, а мне хочется, чтобы он был более компактным и хорошим. Пока пыталась смонтировать видео, собрать все материалы. Вот она, моя красоточка, и зацвела. Вот он, видите, маленький цветочек, вот с такими вот сиреневатыми тычинками. Вот он. Это и есть тут самый настоящий цветок меденилы. А это все обилие бутончиков. И вот такие вот красивые розовые. Это все прицветники. Вот такая неземная красота у нас образовалась. Представьте, когда они не расцветут все сразу, каждый будет распускаться по одному постепенно. Ну, иногда несколько штучек вместе. Ну, вот так вот они выглядят поэтично. И цветовая гамма у них очень красивая расцветочка. Ну, вот как бы я обещанное выполнила цветочек меденилы, самый настоящий, вам показала. Так что, любуемся вместе. Ну, особо ценятся цветы, их цветение, когда за окном вот такая вот красота. Так что, хорошего вам настроения, цветения ваших растений, весеннего. Ну, и вернемся ненадолго еще и в зимний сад. Я же забыла вам показать, что здесь уже начинается лето. И некоторые из адениумов мои вот так вот уже начинают распускаться и зацветать. Бутончиков много. На каждой веточке образуются. Правда, чуть-чуть пересушила я, конечно же, некоторых. Они отсушили чуть-чуть бутончики свои. Ну, ничего страшного, нам хватит. А семенные коробочки, как видите, все еще пытаются созревать. Так что ждем. Ну, и колонхоя потихонечку цветут. Вот только почему-то красный у меня всего два цветочка дал. Но зато желтенький. Он, конечно, прям изобилует цветение. Розовый, видимо, у него недостаточно света. Хотя и подсветка здесь, наверное, высоко. Поэтому он какой-то бледненький. Есть еще розовый с зеленой каемочкой. Но он у меня цветет сейчас на другом окне. Цветущие цветы пусть вас радуют. Декоративно-лиственные пусть приносят больше прироста. Почек. Возобновления. Замещения. И пусть настроение будет у вас хорошим. Здоровья вам. И всех благ. До новых встреч. Спасибо вам за лайки, за просмотры и, конечно же, за ваши комментарии. С вами была Влюбленная в цветы. Субтитры создавал DimaTorzok